Одним темным уголком меньше активно идут работы по установке новой линии электроосвещения на улице 10 августа на участке от Бубнова до Пролетарской. Жители соседних домов темноту терпели долго. Затем пошли на личный прием к мэру и вот результат. Компания подрядчика трудится не покладая рук. Нужно демонтировать старые опоры, поставить новые и натянуть изолированный провод. Свет здесь, конечно, был, но тусклый. Теперь вместо 100-ваттных светильников поставят на 250 ватт. Эта улица очень узкая. 10 августа. Приходится прикрывать часть проезжей части. Как видите, работаем техникой, но стараемся не перегораживать движение. Коммуникации идет очень много и тут очень много кабелей. Так как на соседней улице находится РП-4, идет газ, канализация, водопровод. Ну, все как везде в центре города. Работы идут по плану и завершатся уже на следующей неделе. Специалисты отмечают, в этой работе самая сложная борьба с разросшимися деревьями. Ветки приходится спиливать, чтобы добраться до столбов ЛЭП. Работы на этом участке обойдутся бюджету в 653 тысячи рублей. Проблемы связаны, естественно, с выделением средств. То есть, при наличии средств делается освещение. Исходя из средств, это получается 3-4 объекта в год. Администрации города Иваново ведется реестр обращений граждан. В настоящий момент он составляет более 240 позиций. Исходя из очередности, реализуются по мере выделения средств данные мероприятия. Всего в этом году планируется отремонтировать 15 объектов уличного освещения. По улицам 1, 2, 3 Полетным, 2 Молодежной, улицы Акулова, Дениса Давыдова, Красноярской, Революции 1905 года и 4 Калиновской. Общая протяженность линий, включенных в план ремонта, больше 10 километров. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова